всем привет вы на канале азур меня зовут вася и мы продолжаем с вами проходить диск элизиум прошлый раз мы закончили на том что нам девушка на корабле рассказала кого она подозревает в этом всем в этом убийстве теперь мы пришли в профсоюз разговаривать с ними что это тут такое миска в которой кто-то сплевывает воняет табаком какой ужас не культурно фотографии людей в спецодежде с оружием и плакатами профсоюза они так спокойненько сидят хотя у них там забастовку как так-то снаружи видны кусты боярышника поговорить мы можем только с одним здесь человеком о ну ладно давайте тогда разговаривать с ним дорогой мужчина здравствуйте прием щелкает пальцами она я ж не с тобой разговариваю ну ладно что ты хочешь я разберусь говорит девушка людям в столовой потом оборачивается к тебе детектив потеряшка она холодно улыбается все еще не можете сообразить куда попали если забыли вы вы в мартинезе советую не злоупотреблять вашими нашим радушием вмиг будто нрав ее переменился сия девица холодна как лед это садовница я не садовница я и риск консульт профсоюза докеров ничего себе мы думали она в теплице работает а у нее двойная работа это как таксисты иногда давайте к делу вы ищете тита харди полагаете у него есть для вас полезная информация может и правда есть она указывает на мужчину справа от себя вот тит говорите но помните я с вас глаза не спущу никакого давления никаких официальных заявлений район мартинез не признает за вами право арестовывать людей не имеет значения чего вы там признаете если будет нужно мы произведем арест так сейчас же здесь профсоюз власть мне кажется нам даже наши начальники скажут что нельзя идти против профсоюза ну вот прям в лоб она молчит взгляд говорит все необходимое какую роль ты во всем этом играешь как уже было сказано я юрис консульт проблемы со слухом какая она язва она была такой доброй девушкой в начале сейчас что-то резко изменилась а что если я хочу допросить не тита а тебя они имеют значение чего хотите вы офицер лучше не проверяйте границы своей власти мартинезе вы никто а то а то что ты со мной сделаешь что мы с вами сделаем ничего по в союз с вами не сделает мы не преступная группировка а трудовая организация именно что если уж и на то пошло это ргм с людьми делает всякое но мы ушли от темы какая она не такая ты чего такая агрессивная я агрессивная вы зарабатываете на жизнь насилием эти люди просто работают в доках но они же тут главные как я поняла вот те кто здесь обедают то есть вы за нами шпионили а теперь представляете подозреваемых в убийстве просто работавших в доках ну да они самые главные подозреваемые учитывая информацию которую сказала нам девушка на корабле как-то так себе плохой из нее юрист слушайте шафки моралити 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 новски вы мафия принудительно осуществляющая незаконную приватизацию ревашоли его разворова разворовывают 20 толстяков из акции из акцидента а вы их телохранители капец о да он просто поддакивает мне кажется мы из него ни слова не вытянем но она как-то слишком критично к нам относится так что спрашивайте что хотите спрашивать что хотели спросить или валите обратно в свою командировал своему командированию миру нужны финансовые буферная зона не принимайте так близко к сердцу приватизация незаконная она крутая и прикольная может вы просто не чувствуете исторический процесс не знаю чем где вы такое услышали но это не так ркм сильная и стоит на твердых принципах чего не скажете не скажут мы про вас это мне нравится хорошее начало следующий шаг вооруженное восстание какие у профсоюза планы нет давайте мы будем потихонечку не надо сразу резко миру нужна финансовая буферная зона не принимайте так близко близко к сердцу ничего не скажете про вас тут каждая каждому ответ это оскорбление мне это не нравится давайте второе не желаете слушать гимны и приватизации из уст копа на прокат наделывайте работу задайте оставшиеся вопросы и валите из мартинеза тогда поговорим с китом какая-то на неразговорчивая хотя учитывая что она юрист консультант логично то что она знает что лучше не говорить ничего лишнего ладно давайте с китом поговорим ну давай выкладывай широкоплечий мужчина указывает на тебя банка и пиво детектив детектив лейтенант дает понять что оставляет это тебе в смысле мне мы тут в твоем расследование ведем почему я то ничего пока не говорит сперва нужно поговорить о твоем поведении нужно поговорить о повышении об повешенном на заднем дворе ну давайте третье а так это про него а вот еще красавчик а ты не спешишь ждешь пока он созреет похорошеет ой он сейчас уже совсем хорошенький просто бомба а уж этот аромат хорошенького мальчика какие они все тут агрессивный ужас вновь пора на зов говнотрубы спокойно парни этим уборщиком предстоит та еще работенка я туда и за миллион не подошел он хлопает себя по лбу вам пора переходить к вопросам лучше не станет эти парни настолько все из настолько все из себя мачо что готовы признаться в убийстве с отягчающими спроси не они ли это нет ну в лоб спрашивать внушение а сколько у меня внушение я не посмотрела не посмотрела повешено на заднем дворе ваших рук дело я говорил с джойс наемник которого которого вы повесили его дружки придут за вами ну а так мы спалим джойса скорее всего они на нее затаят обиду и злобу что она рассказала это все ну может пока что осмотрим помещение не 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 сюда смотри кто хочет говорить своими парнями тот говорит со мной он понял чем ты занимаешься проводишь инвентаризацию а теперь зацени как остальные испортят его замысел когда полезут перебивать ага кто доебался до парней харди тот доебался до тита харди вопит тощий мужичок с крысиным лицом и двумя недостающими передними зубами это крыса без двух зубов это же так странно это неполноценная крыса тогда получается нарушить субординацию чтобы ему прислужить лучшая мотивация а теперь этот расслабься дэннис никто тебя пока не ебет говорит из угла мужчина за 40 чей шеи свисает медиатор не применит на эту тему приятеля подколоть и плотина прорвется да дэннис успокойся никто тебя не ебет долбоебина них свой вайп дайте дэннису насладиться тем как его ебут мы не против ты замечаешь татуировки указывающие на принадлежность к банде мужчина то ли мискиец то ли саморезинец этот умеет вести дела вспыльчивый но не но не не недооценивает его а вот последний малость белая ворона тебя тоже не ебут дэннис хихикает толстяк в центре зала спокойно парни мы не одни сейчас узнаем зачем к нам пожаловал коп мерзкий год поздно ты уже составил о них неплохое представление это можно использовать как я могу это использовать можно еще раз осмотреть следы во дворе проверить совпадают ли с этими мужиками это может быть уликой а я по их поведению могу понять их почерк если вдруг они там что-то сделали возможно может тогда пока что ничего не говорить пока что я пойду пока что мы отойдем на время пойдем осмотрим снова двор задний может мы что-то упустили и сейчас заметим какую-то деталь так на тап а там какая-то женщина на крыше а с ним пока нельзя поговорить да ну ладно итак осматриваем грязь снова в грязи можно различить опечатки отпечатки обуви следы нескольких человек от 6 до 12 давайте попробуем посчитать точно у нас есть есть успех успех восемь пар ботинок оставили следы в грязи где еще мы видели компанию мужчин в рабочих ботинках правильно профсоюзном зале танцев трипье парни харди осмотреть каждый след по отдельности 1 типовые рабочие ботинки и носки с остальными набойками 46 размер точь-в-точь как те что были на ногах у тита это отпечатки большой шишки тита харди парня в кепке любопытно думаешь они даже обувь не потрудились сменить это прямая связь с местом преступления даже слишком прямая ну мне кажется из-за того то что они слишком много о себе думают и считают то что их тут все боятся их никто не сдаст как мне кажется продолжить подсчет типовые рабочие ботинки носки с остальными набойками 46 размер это либо тот мускулистый блондин глэм либо парнишка с на шее а почему 3 подбитые гвоздями рабочие ботинки носки с остальными набойками 43 размер возможно тот татуированный 4 типовые рабочие ботинки 45 или 46 тело старый курильщик внутри отпечатка будто даже виднеется сигаретный сигаретный пепел что еще 5 еще один еще одни типовые рабочие ботинки носки с набойками 44 размер то же самое либо жен либо блондинистый качок глэн так вторые и 5 возможно глэн вот нужно понять если есть еще третьим мы точно уже решим воздушный след ботинки такие же вот только размер 41 мелкий крысеныш мутный нужно было заняться этим раньше лучше поздно чем никогда детектив мир вокруг потемнел и следы горят странным и красивым светом остальные два надо посчитать четкие след типового рабочего ботинка 46 размера он в два раза глубже чем все остальные его оставил кто-то весом более 200 килограмм жирный ангус с какой-то ношей это тот который толстенький в зале который крикнул самый последний а последние 8 это еще один типовой рабочий ботинок 44 размера отпечатки отличаются правая подошва гораздо более изношенная гладкая любопытно пропавший восьмой парень харди она их там 7 сидит ну да 7 пар отпечатков 7 пар отпечатков верно лейтенант следил за движением твоих глаз здесь побывали парни харди на самом деле 8 мы лучше его знаем да любопытно от что их компании кого-то не хватает еще что-нибудь необычное легкий след 41 размер полагает а тот тщедушный парнишка из команды харди с выбитым передним зубом ты про того с крысиной рожей что ж да он действительно немного смахивает на крыс вы правы думаете эти отпечатки принадлежат ему да дальше тяжелый след вес в 200 килограмм 200 килограмм возможно что это был вес двух людей один нес другого связанного так как тот толстенький самый так сказать выносливый наверное в этом плане ему будет проще понести чем кому-нибудь качку тела хотя нет качок вешал а вот этот просто подносил труп скорее всего так было например совместный вес крепко сбитого рабочего и настолько же крепко сбитого одетого в броню человека один из парней харди тот что сидел в середине был довольно упитанный возможно он прав 200 килограммовый вес это перебор ну а сколько вот нам не известно сколько весят вот этот вот труп еще броня которая была вся на нем ну 100 процентов не больше килограмм 50 если броня весит иначе человек бы просто ее не унес на себе как мне кажется ты прав жертву тащил тот крепыш из зала профсоюза может это был великан а может нет его голосе слышится недовольный неподдельный энтузиазм от одной только мысли о том что это был не великан а может да просто представь человек по два с половиной метра ростом такое могло случиться но если нет он ждет что ты закончишь фразу это мог бы быть кто-то с крайней степенью ожирения ну крепыш крепыш из профсоюза вот они крепыша называют толстого или не толстого давайте скажем что это крепыш возможно возможно несоответствие одна подошва стерлась сильнее чем другая интересно назовем этот след странная подошва не удивлюсь если его оставил один из парней Харди тот что пропал хотел бы я знать кто он такой ну тут я с тобой согласна о это просто даже слишком просто это водитель у водителей как правило правая подошва стирается быстрее чем левая педаль газа ведь справа помнишь мы нашли покинутый грузовик а ничего себе а я никогда об этом даже и не думала ну логично он постоянно давит на газ и на тормоза давит ну не так чтобы часто и без какого-то постоянного давления так что звучит логично с куском наждачной бумаги приклеенной к педали газа Ким поправляет очки и да он стер ее с помощью наждачной бумаги они же а я и забыла об этом ну ладно Ким ты вообще молодец что означает что пропавшая дальнобойщица тоже присутствовала на линчевании так значит странная подошва это она вот это да вот это да а она же занимается торговлей наркотиков любопытно теперь мы знаем кем был пропавший восьмой человек на линчевании как думаете харди и его парни тоже замешаны в делах с наркотиками ну мне кажется да теперь мне кажется что да не обязательно рулевая дама могла держать наркоторговлю в секрете я думаю что весь профсоюз замешан это совпало бы с тем что сказала нам Джойс но я не хочу делать поспешных выводов давайте четвертый ответим понятно все равно стоит поговорить с титом харди и послушать что он скажет по этому поводу это может спутать им карты и дать нам преимущество итак что еще как думаешь сколько этим следам около недели как раз 7 дней назад по информации того кто сообщил о преступлении и произошло повешение а ну я хотела сказать что экспертиза должна была узнать сколько дней назад повесили его но мы же еще не сняли с тела это проблема вполне возможно я проверил прогноз погоды на Ревашольском побережье за прошлую неделю 7 дней подряд стояли заморозки а за день до них в день убийства было тепло и поэтому следы остались потому что заморозки ударили как нам повезло с погодой если бы такого не было мне кажется мы бы не нашли эти следы это уже верно минусовая температура способствовала сохранению следов вполне возможно что произошедшее здесь событие имело место неделю назад что по-твоему произошло по-твоему толпа людей принесла к дереву что-то тяжелое один из участников нес на себе жертву в основном они топтались там под деревом после повешения они выстроились полукругом лицом к жертве на первый взгляд выглядит как самосуд так и есть они все стояли рядом и смотрели на дерево какой ужас пока неплохо только один момент ну конечно следов 8 пар а парней Харди только 7 так мы же уже выяснили что 8 это рулевая дама подожди мы же это выяснили Ким ты меня не путай 8 пар ботинок и только 7 парней Харди кого думаете не хватало я думаю странной подошвы значит обладатель странной подошвы присутствовал при линчевании но в зале профсоюза его сейчас нет ну мы же уже поняли кто это Ким ну ты же я не понимаю его да он поправляет очки сомневаюсь что парни Харди будут слишком разговорчивы но все равно нужно надавить на них по поводу возможной связи с наркоторговлей а нет все таки он с нами согласен все ладно он иногда такие странные вещи говорит так ну здесь со следами мы определились что дальше можно еще раз глянуть на труп мертвец я хочу тебе у тебя кое-что спросить ну разумеется у тебя ведь накопились вопросы да сила воображения всегда к твоим услугам почему мне кажется будто я забыл что ты ужасный я противный скучный вонючий я вижу что тебя уже нет ну кто ты а где ты нет подожди мне нечего спрашивать у него давайте ладно вот это я лишь шутка теперь да но кем ты был при жизни убийцей ублюдком и убийцей это мы узнали а где ты путешествую по серому ничто что происходит неважно я просто хотел задать мне еще вопросы меня зовут руни что за бред никакой ты не руни конечно нет меня зовут рафаэль амброзиус куста да ты хоть послушай что ты несешь никакой ты не рафаэль скорее всего ты просто гарри или типа того точно гарри может я действительно гарри ты можешь быть кем захочешь братан копа почему мне кажется что я забыл что-то ужасное давайте снова осмотрим ботинки искусственные и утонченные они кажутся совершенно чуждыми окружающему тебя миру какие-то неуместные совершенно очевидно что это не ботинки а броня это мы уже узнали но получается единственное что мы могли себе напомнить это про ботинки точнее про следы которые здесь есть а может куна что-то знает куна ты не язви давай нормально поговорим эмпатия ну блин давайте попробуем 28% была вероятность и я вывезла все это началась белая полоса моей жизни в этой игре проблемы не в куна а в куне любопытно поясни куна намного хуже чем куна он не против быть рядом с тобой а она прячется за оградой будто боится за жизнь будто что-то натворила что-то очень дурное это ей пришел на ум психопатичный план верещать и звать на помощь куна просто хотел поговорить с тобой об имени это она его завела и направила и куна не прекращает с тобой говорить ему даже иногда нравится а с ней говорить как забившимся в угол животным зная себе шипит да твердит свое мэрде ваза кейс что-то о том что ей ей вменяли убийство в общем куна уважает безумие а в этом ты ее не уделаешь нужно найти способ уединиться с ним на пару минут на пару минут уединиться а можно я не буду с детьми уединяться на пару минут воспользоваться ощущением попытаться их разделить эй куна ты чё шепчешь он тоже перешел на шепот принял правила игры но смотри что теперь будет вы о чем там пидор шушукаетесь хочет хочет куна шушукаться и будет шушукаться поняла давай шушукаться мусор все мы переманили его на свою сторону готово он твой но будь осторожней тут все еще можно налажать не дай ситуации развернуться так чтобы куна выглядел не солидно куна послушай меня она пытается тобой управлять нужно тебя вытаскивать а что с куной стрёмная чокнутая какая то если я скажу что она пытается им управлять он почувствует себя не солидно а что с куной ну а если мы ее оскорбим ну блин ну не знаю даже мы можем сохраниться дайте мне сохраниться пожалуйста ну пожалуйста блин надо думать куна послушай меня что с куной стрёмная чокнутая какая то давайте не дай ситуации развернуться так чтобы куна выглядел не солидно угу чтобы он не был в плохом свете послушай меня она пытается тобой управлять нужно тебя вытаскивать ну блин если все решается одной фразой это будет очень тяжело сейчас третья третья точно нет ладно ладно пробуем это чокнутая да ты просто не представляешь она не чокнутая она реально сумасшедшая опасная человека мочканула кончала людей небось и мусоров тоже я нашла правильную фразу все куна сейчас мы тебя вытащим отсюда давай кончай с ним трепаться куна я предупреждаю травишь нас в дерьмо она понимает чего ты пытаешься добиться алё ку куна не ясно выразился он говорит с кем захочет говори мусор куна у руля готово ты их разделил он даже готово ты их разделил он даже повернулся к ней спиной чтобы не читала по губам в каком смысле она кого-то мочканула в том смысле что кого-то убила да да ку убийца в смысле реально убийца он в впивается в тебя взглядом зеленых глазёнок правда маловато она зеленок бы хватило это серьезно про убийцу а если это право куна это многое бы объяснило эээ третья Дык куна понимает что тебе не хочется это признавать невеселая хуйня Куна каждый день с этим живет. Аж мороз по коже. Наверняка она и мусоров убивала. Ну то есть, я прям уверен. Небось, полицейских она не убивала. Ладно, сколько полицейских она убила? Забыть, что Куна это сказал. Куна пиздел. Пиздобол, Куна, тупой он. Он чувствует на затылке взгляд и умолкает. Тварь смотрит на вас из-за ограды. В ее глазах что-то меняется. Как думаешь, она причастна к смерти покойного? Да она бы с радостью его разъебала. Но не разъебывала. Куна тогда тут не была. А она была с Куна. Где вы были? Слушай, Куна тебя успокоит. Это не мы. Твоя истина, миссир. Говоришь, она чокнутая? Ага, психопатка. И не типа как дети-психопаты, которые кошек жгут. Реально. Ого. Ага. Реально это как? Типа как на... Сноф радио. Поверь, мусор. Не надо тебе этого знать. На каком языке она говорит? Я ебал. Говорит, это песня ее народа. Или типа того. Мне кажется, они оба под наркотой. Только она еще хуже. Какого народа? Ебанутого? Сраных неков. Не знаю. Бывают вещи, о которых слишком страшно думать. Неки. И рункары. Может, это какой-то защитный механизм. Она твоя сестра? Ты че, какая сестра? Просто бродяга прибилась. Типа как псина. Прибилась? Ага. Просто вон там была. Он указывает на дом за решеткой. Чего-чего, Куна? Выкрутил в шею. Девчонка смотрит на здание. Стояла в коридоре мокрая вся. Куна морщится и продолжает еще тише. У сраной полки для обуви. В темноте. В коридоре возле кладовки уборщицы? Ага. Там. Лежала вся сжавшись. У кладовки. Как психичка. Почему она была мокрая? Куна не ебет. Все волосы были мокрые. По-моему, она и пол обоссала. Сидит там три дня. В углу. Всегда, когда Куна выходил. Говоришь, она как-то туда пробралась? Как? Не знаю. Кто-то не запер дверь. Приходит Куна домой, а она спит под столом. Под кучей шматья. Как собака. А твои родители? Батя Куна поебать. Он ее даже не замечает. Или думает, что это Куна. Все на Куна. Куна? Куна? Два сапога. Почему же ее тогда зовут Куна? Потому что она дохуя похожа на Куна. Это вот... Есть люди, которые называют своих детей в честь себя? Вот тут примерно такая же ситуация. Ты не знаешь, как ее на самом деле зовут? Никто не знает. Сказал же, Куна. Ты пиздец, психопатки все. И как ты со всем этим справляешься? А Куна справляется? Да нормально справляется. А вот чего ему не надо? Так это чтобы ты лез. И Куне надо. У Куна все под контролем. Он сплевывает через щель между передними зубами. Ей нужна помощь специалиста. Один ты не справишься. Слушай сюда. Ку под опекой Куна. Он ее защищает. Ты наехал на Ку, наехал на Куна. Посмеешь ее угрожать? Попытаешься ее забрать? В конечном итоге это главное. Он очень хочет, чтобы ты воспринял его всерьез. И я тебя убью. Свалю, когда наденешь на нее браслеты. Потом подкрадусь и прикончу. Понял? Пацан смотрит тебе в глаза, пытаясь сфокусировать черные зрачки. Услышал. Ты серьезен. Лады. Вот теперь можно и дела делать. Дела? Ага. Чего надо? Куна тебя подгонит. Не подгоняй ему ничего, Куна. Спокуха, Ку. Он уважает Куна. Куна его заставил. Кто уважает Куна, снова поворачивается он к тебе. Тому всякое подгоняют. Сделай кое-чего для Куна. И он подгонит тебе незаконные наркотики. Подсадит... Подсадит мусорка. Ты дочек подгонит. Потом еще клянчить будешь. Денежная тема. Мусор на крючке. Да-да. Куна теперь продает карамельники мусорам. Готовься к награде. Ох, блин. Что за история с тем, что ты перевозил запрещенные наркотики, Куна? У Куна это от бати. Куна с бати знатные барыги. Он выкатывает глаза, капилляры на них разбегаются, как ветки деревьев. Вот откуда у Куна скорость. Я же говорю, он под наркотиками. А возможно, эта девушка, которая роковая дама, она посылает наркотики не в завод профсоюза, вот в эти доки, А вот как раз таки барыгам местным, которые в этом доме живут. Либо его отец работает как раз таки в доках. Как что непонятно. Беда в том, что Куна малость поцарапался с батей. И теперь нареки стучатся в дверь Куна. Улицы обезумели. Куна кинет на это грязного копа. Звучит интересно. Вернемся к этому позже. Ладно, ладно. Грязный коп, это ты. Он кивает на здание у себя за спиной. Там, батя Куна. Он любит драться. И на стероидах. Батя Куна хавает истероиды и спиды. Если его заборешь, половина спидов твоя. Кто твой отец, Куна? Батя Куна сраный монстр. Самый лютый мужик в ревошоле. Ему вообще на все поебать. А еще он бухает. Важное замечание. Ты точно справишься с самым лютым мужиком в ревошоле? В твоем состоянии? О каких объемах идет речь? Типа половина. Половина от чего? Пакета. Ну типа, как в этом флаконе. Это не слишком много. Ты вообще о чем? Пол грамма? Это охуительное топовое вещество. Такое чистое, что его почти не видно. Прозрачное, как стекло. Его почти не видно, потому что почти нет. Справедливо. Я решил, Куна, вот что мы сделаем. Ладно, Куна слушает. Я ворвусь туда во все оружия ради спидов. Они мне нужны. Я пойду на дело, но не ради спидов. Я хочу завалить самого лютого мужика в ревошоле. Я пойду туда во имя справедливости. Я борец с наркотиками, Куна. Я это говно конфискую. Я пойду туда во имя справедливости. Я борец с наркотиками, Куна. Я это говно конфискую. Солгать. Тебе нужны спиды. Я туда не пойду. Ну тут же Ким стоит. Как мы при Киме можем сказать, что нам нужны наркотики? Ну это же странно. Он в нас верит, этот мужик. Я пойду туда во имя справедливости. Я не хочу, чтобы мой персонаж закидывался наркотиками, если честно. Давайте второе, ладно. Как хочешь. Если выживешь, не забудь принести вещества, а то у Куна почти закончились. А Куна страшен без дозы. Просто идешь в жилой дом. Куна знает, что ты и так туда уже без мыла пробрался. Куна все знает. Иди в номер 12, первый этаж. Выноси дверь, типа как брутальный коп. Так делает Куна. Ну а потом Мочилова. Будешь заберт в комнате с бешеным нариком. Вот и все. Когда в следующий раз придешь к Куна, чтобы вещества были при тебе. На что вы тут нас подписываете? Ким, прости, пожалуйста. Я не специально. Я плохой коп и у меня наркозависимость, я добуду себе дозу. Ну кием, шепотом. Очевидно, я не буду принимать это наркотики, но нам нужно забрать их у несовершеннолетнего. О, третий, да. Ладно. Вот, все. Куна пофиг. Блин, разделить Килос Куна задание. А нам его прям убить надо? Чего? Заберите спиды из квартиры, убейте отца Куна. Не обязательно. А если я не хочу убивать человека? Пусть даже он и наркотиками барыжет. Ну хотя у него такая семья неблагополучная, так сказать. Но мы же не можем убивать человека просто так. Мы же не такие копы. Вот меня сейчас больше смущает, хватит ли у меня вообще силенок что-либо сделать. А то у меня ощущение, что я вообще ничего не сделаю ему. Где там жилые дома? Давайте хотя бы дойдем до них. Надо сохраниться. Сохранить, сохранить. Пойдемте в квартиру. Он двенадцатую сказал, да? Если у нас сейчас не хватит сил выбить дверь, я не знаю, что это такое тогда будет. А где двенадцатая? Вот тут? Так, нет, это номер одиннадцать. Так, а двенадцать где? Может вот это? Одиннадцать, двенадцать, там допустим десятое. Ну вот это логичнее всего двенадцатая. Фиг знает, сейчас узнаем. А, вот дверь номер двенадцать. Ветхая дверь криво болтается на петлях и закрыта на прикрученный к косяку цепочку. Ко двери пришпилена неоплаченная квитанция с угрозами отключить электричество. Она выписана на имя Уна де Руйтера. Похоже, мы нашли квартиру отца Куна. И он уже три месяца не платит по счетам. Тихо постучаться. Нет ответа. Цифры от таблички с номером квартиры давно отвалились. И теперь на ней остался липкий силуэт единицы и приписанная маркером двойка. Дверь закрыта на цепочку. Был бы у тебя какой-нибудь стандартный полицейский инструмент для перерезания цепей. Вероятно, такое можно найти в мотокарете. Идем в мотокар... Блин, теперь в мотокарету идти забирать этот... Болгарку или как там она? Я помню, там был инструмент. Мы забрали лом. А второй инструмент мы пока что еще не успели забрать. Мы решили, что заберем его попозже. Вот, попозже настало. Ким, почему я не могу одного тебя отправить за этим болторезом? Да, вот, болторез. Вспомнила название. Женщина, к которой мы докопались к кокоду. Ладно, так, подожди. Твой взгляд привлекает бело-синяя полицейская раскраска мотокареты. Особенно яркая в утреннем свете. Почему я вообще об этом думаю? Разве мне не нужно сделать что-то важное? Что-то, что относится к убийству? У тебя всегда найдутся важные занятия. Раз теперь тебе нельзя потратить несколько минут, чтобы полюбоваться этой выдающейся машиной? Но она красивая, с этим я не спорю. Даже неподвижная куба реки Немо выглядит обтекаемой и динамичной. Наклоненная вперед кабина придает мотокарете более агрессивный, сгорбленный вид. Кто-то недавно ее хорошо натер. Это машина, настоящий демон скорости, очень круто. Угу. Хотите рассмотреть ее поближе? Что мы тут имеем показать на двигатель? 130. Я так понимаю, тут 7-литровый В12. Значит, это... Потереть подбородок. 7,2. Заряженный. Он прямо наслаждается, произнося эти слова. Он рад, что у него хорошая машина. Плавная машина. Да. Замечательная машина. Она милая и все такое, но почему так скромно? Надо добавить крутизны и огня, чтобы все упали. Тебе нужно заделать ее так, чтобы все упали, Ким. Добавь ей злости. Извините, я что-то потерял нить. Вдарь по ней... Жаргоном. Занизить бы эту тачку на стольник другой миллиметров. Догнать изгиб в минуса. И я тоже. Я даже не знаю, почему это сказал. Давайте первое, ладно. Нет. Это... Порно-тюнинг. Погоди, а как же твои колпаки? Колпаки были стильными, элегантными, даже блистательными. А то, что предлагаете вы, это порно. Поверь мне, будет круто. Порно. Это сокращение от порнографии. Порнография совершенно другое, Ким. Нет, никакого порно. Ну, спасибо за предложение. Ой, ну и ладно, встаем все бесспорно. За всю историю убеждений еще ни разу не встречались настолько убежденного человека. Ладно, идем. Достаем болторез. Так, вытащить ящик с инструментами, взять болторез. Он многое может. Резать цепи, замки, веревки и ремни, например. Задвинуть, закрыть. Пойдемте тогда туда. Болторезом откроем себе вход. Я думаю, мы же не будем сразу в квартиру врываться. Нам бы сначала просто ее открыть. Давайте подумаем, как лучше сделать. Ну, я прям драться не хочу. У нас нет оружия, у нас вообще ничего нет. Как-то мне не охота просто так наезжать на человека. Так, где там? Предметы, продолговатая синяя ручка, открытка. Вот, инструмент. Полторез. Ставим в правую руку. А в левую руку лом. Ну, все. Мы с болторезом и ломом. Мы же можем его ломом по голове ударить. Либо болторезем по голове. Тут два варианта. Перегусить цепочку болторезом. Ну, давайте кусаем. Успех. Если бы у нас с 92% вероятностью была бы неудача, я простроилась. Щелк. Болторез разрезает цепочку, условно нож, маслом. С той стороны двери звенья падают на пол. Вид у лейтенанта беспокоенный. Я знаю, что вас не остановить, но давайте хотя бы побыстрее. Ты меня торопишь на верную смерть? Ты зачем меня, наверное, смерть ведешь и торопишь? Я отца не вижу, если честно. А, он спит, он храпит. На стене сморщенный от влаги плакат из эротического глянцевого журнала. Забираем деньги. Берем деньги. Вот это мы молодцы, конечно. Письменный стол. На столе лежит раскрытый телефонный справочник, прижимающий стопку квитанции за счет воду. Рядом на самом виду стоит небольшая бутылочка с амфетаминами. С соломинкой, чтобы удобнее было пить. Какой ужас. Смотри. Лейтенант, я нашел на столе психоактивное вещество. Очень хорошо. Изымайте. Этот жалкий пузырек амфетаминов нисколько не интересует лейтенанта. Он прислушивается к тому, что происходит в соседней комнате. Взять спиды со стола. Ловким и естественным движением ты... ...прикарманиваешь бутылку. Так, ну бутылку мы забрали. Надо сохраниться. Надо сохраниться. Обертка. Где наркотики? А, вот бутылка с амфетаминами. Я не хочу это ку нанести. Давайте тихо посмотрим, что в соседней комнате. Что-то воняет кислым. Давайте штаны заберем. Все, у нас теперь штанишки. Вы посмотрите на эти штанишки. Они ничем от наших не отличаются. Блин. Сохраня... Сохраняемся. Батя, вставай. На кровати лежит груда одежды. Парка с какими-то пятнами. Несколько полотенец. Одеяло. Даже какие-то носки. В темноте она похожа на какое-то гнездо. Погоди, лейтенант. Посмотри на эту кучу одежды. Угу. Медленно потянуть руку. Подтрепьем, кто-то дышит. Еще не поздно. Отступись. Никто не будет винить тебя за это. Ты не должен этого делать. Идем отсюда. Я не... Мы же если что... Можно сюда вернуться? Да ну нафиг. Я не хочу, честно, убивать человека. Я не готова к такому. Но вот с Куна я что-то не хочу отдавать ему наркотики. Но он же маленький мальчик. Я понимаю, что у него сейчас будет ломка без этого всего. Это я понимаю. Но какой смысл ему сейчас это давать, чтобы он просто умер через пару лет? Либо дальше продолжал барыжить. Но с другой стороны мы узнали у него информацию. Но мы узнали не очень хорошую информацию. Я пока что не понимаю, если честно. Я вот тут вспомнила. У нас же есть атлетика. Мы можем перепрыгнуть через барьер. Я надеюсь, мы себе ничего не сломаем. Мы можем перепрыгнуть в сдоке. Где там это место? Вот оно. Мы же в начале, когда начинали проходить, увидели это место. То, что сюда можно забраться и припрыгнуть именно в доки попасть. В принципе, если мы туда попадем, это будет минус проблемы. О, это что за место? Я сюда попасть не могу. Я сюда попасть не могу. Ну, мы можем хотя бы попытаться. Так, смотрим на свой пиджак. Ну, блин. Перепрыгнуть через бортик. Достаточно грубой силы. Ай, блин. Нет, 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 нет. Нет, все. Пока что рановато. Неудача. Согласен. Сейчас я не могу это сделать. Припрыгну в следующий раз. Похилься. Конечно. Конечно. Тогда я не поняла. Тут столько бутылок. Нам нужен пакет. Нам нужен мешок для бутылок. Ну, тогда сейчас у нас остается вернуться к профсоюзу. Поговорить с ними. Так, где тут выход-то? Я забыла. Я запуталась. Вот. Вот он выход. Тогда нам нужно вернуться к профсоюзу. Ну, ладно. Это уже будет в следующий раз. Давайте дойдем до него хотя бы. И будем сохраняться на сегодня. И так. Быстрое сохранение. Все. Всем огромное спасибо за просмотр. Буду очень рада каждой подписочке. Каждому лайку. В описании вы найдете ссылочки на другие соцсетки. Все. Всем спасибо. Всем пока. Спасибо.